Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто. Меня зовут Сергей и сегодня уже 50 раз я буду отвечать на ваши вопросы. Сегодня вопросов поступило на самом деле достаточно много. Есть интересные, есть даже очень интересные. Ну и чтоб не затягивать, давайте переключимся на первый слайд и поговорим более подробно про оркестрацию и хореографию. Я вас призываю подписаться на канал, чтобы не пропустить видео. Поехали! Итак, с чего бы хотелось бы начать. На самом деле этот вопрос очень интересный, но он настолько интересный, насколько и важный. Оркестрация и хореография это всего лишь архитектура, которая определит по какому принципу взаимодействуют ваши сервисы между собой. Ну и да, я может быть, наверное, утрирую ситуацию, но суть сводится к тому, что в зависимости от того, какая архитектура будет выбрана, оркестрация или хореография, у вас будет и таким образом построено взаимоотношение, и кодовая база будет совершенно разная, и самое сложное в этой вариации не склеить одну, один подход с другой. Это на самом деле будет очень сложно. Просто поддерживать, ну и даже реализовывать. Ну и если уж говорить про то, что такое микросервисы, напоминаю, что это в первую очередь такие понятия, как акцент на простоту, независимость развертывания, обновления каждого из микросервисов. Это значит, что микросервисы выполняют максимально простую, достаточно элементарную функцию. Это значит, что они могут быть написаны при помощи разных языков программирования, фреймворков, использовать разные среды контейнеризации. То есть они могут работать как на Easy, так и в Докере, в Кубернетисе или вообще там в Кастрелле, на Nginx, неважно. Суть сводится к тому, что вот это вот последнее определение, архитектура симметричная, а не иерархичная, зависимости между микросервисом в одноранге. Так вот, если вы будете делать так называемую оркестрацию, то это говорит о том, что у вас какой-то сервис один будет более высокого уровня, потому что он будет давать другим сервисам задачи для выполнения, которые будут отслеживаться в его, собственно говоря, компетенции и соответствующим образом может быть реализация совершенно сильно различаться. Ну, например, если говорить про оркестрацию и хореографию, то на первый взгляд выходят самые очевидные понятия, которые говорят о том, как это будет реализовано. Ну, Common Driven Communication это относится к оркестрации, когда один сервис, какой-то самый главный, в котором реализованы паттерны Saga, например, да, который говорит сервисам другим делать какие-то задачи и внутри себя аккумулирует информация о том, как эта бизнес-задача была выполнена, когда, кем, каким успехом. Ну и также эта штука, оркестрация, этот главный сервис должен не только оркестрировать, но и уметь откатывать какие-то значения. В общем, все лежит в одной, так сказать, компетенции одного сервиса. Но это не значит, что зависимости одноранговые, в смысле не одноранговые, то есть они также продолжают быть одноранговыми, но при этом вот один может давать задание другим. Ну и если говорить про хореографию, то это, по большому счету, Event Driven Communication, когда каждый микросервис стоит и ждет, когда к нему придет какое-то уведомление, какой-то ивент, какое-то сообщение, скорее всего из очереди, которое скажет ему сделать что-то именно в своей компетенции. То есть каждый сервис отвечает за свою зону ответственности. Пришло уведомление там сохранить файл, он сохранить, и выстрелил в очередной раз какой-то Event, то есть событие для других сервисов с уведомлением о том, что я создал сервис, я создал файл, который лежит вот здесь, с каким-то адресом и т.д. и т.п. И другие сервисы подхватывают уже соответственно те уведомления, на которые они подписаны, те ивенты, те события, и реагируют на них должным образом. То есть эта реализация позволяет каждому сервису отвечать только за свой контент, и каждому из них по идее фиолетового, что происходит в других сервисах, пока к нему не прилетело, собственно, какое-то сообщение. И, собственно, реализация вот этих вот подходов, оркестрация или хореография, они накладывают некоторые обязанности, которые должен разработчик учесть, потому что все крутится вокруг распределенных вычислений. То есть неважно, по какому паттерну вы будете реализовывать оркестрацию или хореография те или иные сервисы, я еще раз настоятельно рекомендую разделять, то есть либо тот подход, либо другой, потому что, конечно, в итоге очень легко запутаться. Но, тем не менее, разработчик должен понимать, что раз это все распределенное, то есть определенные законы работы сети. И первый из них – это сеть ненадежна. Это значит, что может сервис упасть, может там другой упасть, не долететь, сломаться транспорт, например, «Рэббит отвалится» или еще что-то типа там, «Кавка». Вот. Поэтому первое, что сеть неоднородная – это нужно учитывать, значит, какие-то дублирования, я не знаю, что-то нужно об этом с этим делать. Я потом скажу чуть позже, что именно. Ну и надо понимать, что при взаимодействии между микросервами всегда существует задержка при выполнении операций. Причем иногда некоторые отложенные задачи могут долго работать, не потому что пропускная способность, слабая, допустим, на видеокарте. Ну и опять же говорить про полосу пропускания – это когда есть, например, DCPI PSTAC, у которого есть какой-то максимальный предел, и он зависит, в конце концов, сетевой карты, которая этот DCPI PSTAC обслуживает, и вот то, что эта полоса пропускания не бесконечна – это нужно учитывать. Также следует считать, что сеть небезопасна. Это в любом случае говорит о том, что нужно предусматривать всякие разные защитительные, нет, защитные барьеры для того, чтобы даже в локальной сети, безусловно, это нужно понимать, потому что, ну я знаю случаи, когда даже в локальной сети, ну в общем не важно. Не важно, что это локальная сеть или корпоративная сеть, даже в ней должна предусмотрена быть какая-то безопасность. Ну и надо сказать, что в этой сети, даже в корпоративной или локальной, бывают такие штуки, когда меняется топология, там перезагрузился роутер, поменялся IP-шник, или пришел новый админ, решил сделать красоты и все попереименовал, и нужно тоже это иметь в виду. Информация по политике контролируется многими администраторами. Даже в одной сети может быть несколько администраторов, которые могут иметь разные права и соответственно менять разные, сказать по правильному то, разные настройки, разные параметры разных сетей, и даже если один хорошо все соображает и контролирует, другой может ему помогая что-то, в общем-то, как вы понимаете, сделать неприятное. Ну и надо сказать, что передача данных по сети всегда связана с расходами. Речь идет о том, что Payload это та информация, которая передается при передаче, и где-то она может быть избыточная, но возможно и другие варианты расходов, в зависимости от того, ну не буду вдаваться в подробности. В общем, почитайте книжку Вон Верлон, предусловие Эрика Эванса, который книжку придумал. Ну не важно, все, поехали от книжек подальше. Ну и собственно говоря, надо понимать, что сеть неоднородна, где-то есть Linux, где-то есть Unix, где-то MacOS, где-то там кубернетисы, докеры, и вот эта вот неоднородность тоже накладывает определенные правила разработки разработчикам, программистам какого-то кода, который обслуживает эти микросервисные операции. Ну и, как я уже говорил, вот эти вот все, так сказать, неоднородности сети и правила распределенных вычислений, они закрыты, не закрыты, они покрываются вот этими паттернами, правилами, шаблонами, законами для разработки, для, так сказать, распределенных сетей. Ну и еще их называют Cloud Design Pattern, в частности, в концепции разработки распределенных впечатлений у Microsoft есть достаточно интересное описание и на самом деле очень емкие и полезные в том, какие паттерны, в каком месте и для чего применять. Их порядка более сорока, и не значит, что нужно брать и все подряд натягивать куда нужно, куда не нужно, но в любом случае есть, допустим, Circuit Breaker, там какой-нибудь, который нужно прям, или там Retry Pattern, который нужно именно для коммуникации использовать. Понятно, что они все протоколы, но в зависимости от того, какой протокол взаимодействия выберете, там HTTP или MQP или там GPC, вот эти паттерны, я думаю, что нужно с ними, ну, как минимум, ознакомиться, чтобы понимать, что вас ждет и на что можно наткнуться. Если возвращаться снова к паттернам хореография, то речь идет о том, что есть какие-то плюсы и минусы, вот про них давайте поговорим. Итак, хореография это когда, еще раз, микросервисы децентрализованы и не связаны, то есть каждый из получает какое-то уведомление, реагирует на него и все, и дальше отдыхает. Подходит для высоко независимых микросервисов, то есть когда у вас микросервисы между собой, прям вы не собираетесь их связывать и просто там один, допустим, что там, распознает картинки, а другой там выдает профили или там рассылает, допустим, какие-то прайс-листы. Они абсолютно между собой не связаны и вот для таких хореографии идеально. Хореографию проще реализовать, по крайней мере на начальном этапе и да, это правда, потому что можно каждый сервис разрабатывать по отдельности, просто получая, отправляя какие-то сообщения. Это простой выбор для преобразования устоявшихся монолитов в микросервис. Но речь идет о том, что если у вас есть какой-то монолит, то попилить его на модули, используя вот этот принцип хореографии и вынеся коммуникации между этими модулями на уровень какой-то очереди, ну это самый простой вариант, разорвать монолит на части. Хореография может сделать поток управляем неясным, это один из минусов. То есть вот отследить вот эти вот все ивенты, которые, то есть события, которые летают между микросервисами, собственно говоря, может быть очень сложно, в том числе и отладка, потому что подняться микросервисы, чтобы кинуть нужные сообщения в нужную очередь, перехватить, это на самом деле тоже достаточно непростой вопрос. Но надо сказать, что в последнее время есть всякие разные возможные хелперы, помощники, которые достаточно просто могут отправить сообщение и перехватить его. Если говорить про оркестрацию, то здесь тоже есть некоторые плюсы и минусы. Итак, первое. Оркестрация – это когда одна служба может выдавать команды другим микросервисам, один микросервис отправляет команды другим и это оркестрирование. Это упрощение, понимание потока управления. Речь идет о том, что вы, заглядывая в сервис оркестрации, видите, какие он команды отправляет, какие получает ответы. Это проще понимать, но это, опять же, проще строить, потому что вам нужно всего лишь в одном сервисе сказать, что куда летит, что куда возвращается и как это обрабатывает. И это, опять же, дает понимание того, как это работает, упрощает отладку и более понятный случай сбоев определить, где чего сломалось, потому что у вас перед глазами то, чего ваш сервис делает. Ну, это, как я уже сказал, намного сложнее реализовать на первоначальном этапе, а все плюсы от этого можно получить позже. Реализовать сложнее, потому что для обеспечения вот этого вот контроля, распределенного контроля между микросервисами, это реализация паттерна сага, какая-то, какой-то репозиторий хранения этих саг, в хорошем смысле, это достаточно сложная реализация, но плюсы будут все-таки достаточно серьезные. И если ваш брокер сообщения грохнется, то это будет одна точка отказа. Но надо сказать, что для хореографии примерно то же самое может произойти. То есть брокер сообщения может поломаться, и это тоже точка отказа. Но когда сервисы отправляют уведомления в хореографии, то паттерн аутбокс, то есть видность их отправки проверяется. Если она отправлена и получена, примечается как отправленная, обработанная, а если нет, то отправляется. И если даже сервис сообщений, то есть брокер сообщений рухнет, то просто не сможет отправиться. После того, как брокер сообщений появится в сети, собственно говоря, продолжится отправка сообщений. Ну, в общем, есть и плюсы, и минусы, и разные способы вариации. Я думаю, что я рассказал про оркестрацию, хореографию. Я очень надеюсь, что вы поняли, о чём речь. Если нет, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Я попробую объяснить это ещё раз. Вопрос номер 222. Какие номер пакеты вы используете для GRPC в работе речи-сборка, которая обращает разработку? Ну, друзья, в какой-то момент GRPC стал очень модным, и надо сказать, что это было, наверное, очень положительное вхождение его как бы в среду разработки, если так можно выразиться. И в определённый момент было повальным речением GRPC. Есть, безусловно, отличные плюсы в том, что он работает, во-первых, по-быстрому. Можно делать через протофайлы всякие разные реализации на разных сервисах, и они первичные. То есть сначала создаётся протофайл, а потом делается реализация. В общем, это плюс. Но в последнее время я стал замечать, что вот этот GRPC протокол начинает как бы исключаться из многих сборов. Например, ну сборка Mass Transit, да, она на самом деле раньше поддерживала GRPC, теперь как бы вот этой поддержки нету. И нет, я не использую никакие пакеты, которые упрощают разработку, потому что, ну можно сказать честно, да, в последнее время я мало работаю с этим протоколом. Номер 223. В чём отличие Redis и Memory Cache? Ну, этот вопрос меня просто поставил в тупик. Ну, давайте попробую ответить. Итак, Redis — это сокращение от английского remote dictionary server — это резидентная система управления базами данных типа NoSQL. Ну, открытый исходный код и всё такое. А iMemory Cache — это интерфейс языка программирования C-Sharp, который представляет собой локальный кэш в памяти. Вот из этого исходя я… ну, то есть они отличаются тем, что один интерфейс, а другой открытая база данных. То есть база данных с открытым исходным кодом. Чем они отличаются? Все в ней отличаются. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Вопрос номер 224. Что лучше? MS SQL или Postgres SQL какие основные отличия в работе, кроме OS? Ну, тоже на самом деле такой не очень непонятный вопрос. MS SQL лучше, Postgres лучше? Да нет. На самом деле и то, и другое. Отличные базы данных, которые… ну, давайте, наверное, поподробнее, да? Итак, первое. Если сравнивать Postgres и SQL Server, то есть как бы и плюсы и минусы, но есть ключи моменты, которые нужно просто знать, прежде чем начинать выбирать. Итак, право собственности и лицензирования. Postgres — это база данных с открытым исходным кодом, а MS SQL, то есть Microsoft SQL, она принадлежит корпорации Microsoft, то есть пропоретарная база данных. В общем, к этому никуда не деться. И если выбор, допустим, про платный и бесплатный, тут как бы такой важный фрагмент, нужно с этим определиться. Операционная система Postgres предназначена для работы на нескольких операционных системах, включая Linux, Mac OS, Windows, так как SQL, Microsoft SQL Server, работает только под Windows, но в последнее время, в последних версиях появляется возможность работы его в Linux и на самом деле неплохо. Стоимость. Ну, как ты уже сказал, одни владельцы как бы хотят за них денег Microsoft для MS SQL, а для Postgres ну, в общем, он бесплатный, хотя для больших корпораций там тоже есть платные лицензии, в общем, можно тоже тщательно подходить с ним. Масштабированность. Microsoft и SQL Server имеют готовый пакет, который упрощает масштабированность, в то время как Postgres требует больше ручных усилий для масштабирования базы данных. Честно скажу, я не особо силён в масштабированности, встречался с этим постольку поскольку, но когда готовые пакеты, это, на самом деле, проще сделать, чем, допустим, в Postgres. Вопрос номер двести двадцать четыре продолжается. Производительность MS SQL Server обеспечивает, в общем, высокое производительность для неких приложений, в то время как Postgres, естественно, свой производитель сможет обрабатывать большие объёмы данных. Здесь тоже всё зависит от того, какие данные, какого формата вы будете обрабатывать и нужно тоже с выбором основательно подходить, потому что большие объёмы данных иногда могут тормозить SQL Server, но всё становится в сравнении, мне трудно рассказать, какие конкретные структуры данных. Ну, в общем, нужно проводить тесты, хотя обычно я примерно представляю, как это происходит. То есть берётся разработчик, который знает Postgres, берётся и ставится Postgres. Если он знает MS SQL, ставится MS SQL. Ну, и надо понимать, что есть такого понятия, как пользовательские данные. Postgres поддерживает пользовательские типы данных, что делает его намного в итоге более гибким. Хотя в MS SQL в последнее время тоже появляются в пользовательские данные. Во всяком случае планируется ввести это, если верить тем статьям, которые проходят в общем новостях. В Postgres есть набор встроенных функций, которых на самом деле большое количество. в MS SQL этого как бы нет. Ну, наверное, не совсем нет. Ну, в общем, не такое количество, скажем так. Ну, и хранимые процедуры поддерживают... В общем, Postgres и SQL поддерживают хранимые процедуры, написанные на нескольких языках. В то время как SQL сервер поддерживает только T SQL. Ну, T транзакт SQL, который, в общем-то, придумал Microsoft, имеет место быть для MS SQL сервера. А вот Postgres может поддерживать и Postgres SQL, и T SQL, и, в общем, другие. Ну, и вопрос номер 225. Как развернуть Web API на Windows, чтобы сервисы общались по GRPC протоколу? Я так понял, через IS это невозможно. Ну, тут такой спорный вопрос на самом деле, друзья. Я бы сказал вот что. На самом деле, Microsoft корпорация такая есть, которая придумала, собственно говоря, SP.NET. И они в своих пресс-релизах заявляют, что .NET 6 Core можно размещать без проблем, но вот GRPC и IS работать не будет, так как не поддерживается HTTP NAGVA стандарт, то есть протокол. Но это, в общем-то, в будущем они собираются однозначно внедрить, поэтому нельзя говорить, что не работает. Хотя, да, не работает. Как правильно настроить HTML сервер, чтобы письма не попадали в SPAM? Ну, если честно, то я не знаю, что такое HTML сервер, и тем более, как сделать, чтобы письма не попадали в SPAM. Я не DevOps, я программист. Чем Junior отличается от Middle и как найти работу на C-Sharp? Ну, чем Junior отличается? Мне кажется, первым делом отличается тем, что он не задаёт подобные вопросы, потому что ясно, понятно, что Middle знает больше. Ну, а раз знает больше, то, наверное, и зарплата больше. Ну, тут, по-моему, всё логично, чем отличается. Всем отличается. Ну, а если говорить про то, как найти работу, безусловно, были моменты, когда я тоже искал работу по этому своём блоге, вот по этому адресу, разместил, собственно говоря, информацию о том, на каком сайте, где нужно зарегистрироваться, какие телеграм-каналы и так далее. То есть, всё самое полезное, что может помочь максимально быстро найти новую работу разработчику, ну, кстати, не только разработчику. Вопрос номер 228. Ещё приду вопрос по поводу выхода за пределы типа данных, допустим, поля здесь типа Byte, BD и добавление записи и выход за пределы. Что будет, если добавить так? Ну, смотрите. Во-первых, в базу данных записывается то, что уже есть в объекте. Если у вашего объекта тип поля Byte, и вы пытаетесь в этот объект запихнуть что-то большего размера, то, в принципе, до BD это даже не дойдёт. В общем, попробуйте сначала в объект запихнуть большее значение, хотя бы не в realtime, а хотя бы в режиме разработки вам Visual Studio скажет. Ну, а если такие типы, которые могут как бы проскочить при приведении типов, то, в общем, потеряйте данные, да и всё. В общем, не знаю, тоже интересный вопрос. Вот, хороший вопрос, мне он понравился. У меня микросервисная архитектура, и сложно помнить, поддерживать связи между микросервисами, если какой-то инструмент, который автоматически будет рисовать диаграмму по докер-файл или нулит или ещё как-то, или вариант один – рисовать руками, если рисуете то, что используете. Ну, друзья, тут на самом деле вот про чём нужно поговорить. Действительно, когда у вас микросервисы, и вам нужно каким-то образом визуализировать взаимоотношения между ними, набор коммуникаций, зависимостей, пейлоудов и так далее, самая большая проблема – это подбор инструментов для вот этой вот, собственно говоря, визуализации. Надо сказать, их огромное количество, но они не покрывают полностью всегда все ваши требования. Опять же, потому что микросервисы – это такая штука, это такая консистенция, которая не всегда похожа одна на другую, или, сказать честно, всегда не похожи одни на другие. Может быть, есть редкие исключения, но только если в режиме копирования, но так они всегда все разные, поэтому что-то одно универсальное натянуть на все микросервисы, всех возможных вариантов, которые я в жизни видел, просто физически невозможно. Ну и, соответственно, даже если вы вручную начнете поддерживать вот эти вот актуальность своих коммуникаций, то есть коммуникация между микросервисами, визуализацию вот этого в актуальном состоянии поддерживать очень сложно, потому что это занимает огромное количество времени, и понятно дело, что нужно это каким-то образом генерировать. вот генерировать это из коробки, то есть решения не существует. Во всяком случае, меня найти не получилось, есть там определенные механизмы, моменты, но с точки зрения эффективности она, в общем, стремится к нулю, потому что из коробки, как показал, решения не существуют, а, в общем-то, какие-то другие способы не помогают. И поэтому я придерживаюсь той мысли, что вот этот вот функционал, который может быть потом использован для генерирования вот этого самого визуализации, то есть каких-то схем, взаимодействий, текста, какого-то, не знаю, там, который чтобы показывал, как взаимодействовать между собой микросервисы и что они между собой пинают. Этот функционал должен закладываться при разработке, ну, то есть, когда разработчик пишет какой-то микросервис, он должен знать, как узнать у микросервиса, что он из себя представляет, как он работает, из чего он состоит и какие методы куда, чего отправляют. Это можно сделать и потом уже у каждого сервиса, спросив, можно получить набор каких-то данных. Так вот, вот чтобы вот эти данные о сервисе он выплевывал в момент, там, требований, которые к нему возникают, это, соответственно, нам нужно определить формат вот этого мета-данных, которые будут выдаваться наружу. В зависимости от того, какой будет формат, нужно определить, можно будет потом вернее определиться, как в этот формат будете данные обрабатывать, чтобы визуализировать их. JSON, там, я не знаю, XML, еще какой-то формат. Ну, в общем, если вы можете даже придумать свой собственный формат данных, то не проблема, вы можете это сделать. Ключовый момент, что вам нужно это сделать на всех микросервисах, чтобы в определенный момент можно было у микросервиса спросить, кто ты, что ты и что ты делаешь. Ну, и если уж говорить про автоматическое генерирование, то нужно понимать, что вот эти вот собранные мета-данные с каждого микросервиса нужно в какой-то формат закинуть, и после этого можно будет тогда что-то сгенерировать. И, на самом деле, это что-то должно делать… Ну, то есть, вот эта операция должен делать какой-то один сервис, возможно, даже отдельный, предназначенный только для этого, если у вас цель сделать схемы. Или, допустим, какой-то один, ну, как бы малозагруженный, например, или еще что-то. То есть, какой-то один сервис делает сбор с ваших микросервисов, там, по требованию или по таймеру, собирает данные, аккумулирует это в один какой-то файл, и потом вы отдаете этот файл какой-то в удобном для вас формате, ну, во-первых, он уже может быть в понятном, читаемом формате, по которому вы можете определить, что с кем, как взаимодействует, а во-вторых, вы можете вот этот формат преобразовать. Например, есть такая штука Mermaid, которая под текстовым данным рисует схемы и диаграммы. То есть, если вы сформируете подобного рода текст, то отдать его в какой-нибудь редактор вот этого самого Mermaid, который нарисует вам схемы, ну, и картинки, собственно говоря. Я одно дело занимался этой штукой, и есть очень даже интересные решения, например, ZenUmail, там такой декларативный в декларативной форме описывается взаимодействие, рисуется схема, но она такая узконаправленная. А вот, допустим, Mermaid, она может рисовать разные типы диаграммы, последовательность зависимости, и классы диаграммы, и все такое, и состояние, там много всяких разных схем. И вот, сгенерировав текст вот этой вот диаграммы, отдав его в этот модуль Mermaid, можно нарисовать быстро схемы. Я бы отталкивался от этой мысли. Но опять же, решения из коробки не существует, нужно будет приложить усилия, которые позволят в каком-то универсальном формате собирать данные со всех сервисов, в реал тайминг практически, и на основании собранных данных генерировать уже визуализацию, ну, либо генерировать текст, который позволит потом читать, что откуда, куда и как отправляется. Так, номер 230. Подскажите, можно ли во внутреннем, можно ли использовать внутреннего, в пределах одного и с половиной, брокера сообщений, channel, для обмена крут, им играл тех, что будем ставить Rabbit или Kafka, есть более правильный способ. Так, но не совсем понял, давайте попробуем разобраться. Предположим, есть пачка микросервисов, есть какая-то очередь сообщений, и они между собой общаются, это первый вариант, да, здесь как бы очевидно, что нужно очередь сообщений и пачку микросервисов. Есть второй вариант, когда у меня, допустим, есть какой-то монолит, и в нем есть какие-то модули, которые, соответственно, общаются между собой через очередь сообщений. Я так понимаю, что ни первый, ни второй вариант к этому вопросу не относятся. Я так понял, что нужно и скрут, а, ну, видимо, с контроллера или там еще чего-то, и обыграл от сервиса. Значит, я так понимаю, что речь идет о какой-то абстракции, ну, например, там, iEmail сервис. Если вы захотите отправить мыло из контроллера или Razer страницы какой-то, то вы инжектите iEmail сервис, и также его можно инжектить в бэкграунд сервис и выполнять. Только разница в том, что бэкграунд сервис работает немножко по-другому, и работа отличается от того, как это реализовано в контроллере или в Razer Page. Так вот, для того, чтобы это осуществить, потребуется реализация так называемых абстракций, да, наверное, будет правильно сказать. Да, абстракции, наверное, будет правильно. И отсюда вот что нужно понимать. Смотрите. Во-первых, абстракция, да, какой-то, не знаю, интерфейс, да, в конце концов, который инжектится, ну, то есть регистрируется в контейнер и инжектится и в бэкграунд сервис, и, соответственно, в контроллер. Мы возьмем, для примера, контроллер. Разница в том, что метод контроллера вызывается быстро на response request, буквально одна, собственно говоря, один инстанс, который запускается, выполняет действия и отмирает. Ну, опять же, все из-за того, как вы зарегистрировали в контейнере. Если говорить про видимость в бэкграунд сервис, то здесь есть такое понятие, как scope, область видимости, и она отличается от контроллера, поэтому нужно, естественно, использовать абстракции. И здесь есть два варианта. Первый – это использовать, например, медиатор, который умеет работать, как бы, обособленно, да, то есть абстрагировано от того, в какой среде он выполняется. Ну, или второй вариант. Я использую обычно вот эту сборку background worker. Там есть такая полезная штука, как scope background hosted service. Где-то есть описание прямо, по-моему, в репозитории. И суть сводится к тому, что вот в этом scope background hosted service можно использовать любые сервисы, в том числе, допустим, application db context, ну или db context, если хотите, entity framework. вот, который тоже самое может сделать и сервисы, которые injector, то есть внутри этого scope, который запускается непосредственно в background сервисе, можно выполнять и сервисы, которые используются в контроллерах. Это, на самом деле, не проблема. Ну и вторая сборка, как я уже сказал, это медиатор. Там тоже есть возможность абстрагироваться. Можете использовать ее. Никаких проблем, собственно говоря, с этим нет. Нет, не обязательно еще раз использовать очередь для общения, для взаимодействия в background сервисе и, например, в контроллере каких-то объектов. Ну, наверное, вот так, да? Фух, закончились вопросы до сегодня. Я вам благодарен, что вы прислали. Спасибо большое. Вам всего доброго. И пишите правильный код.